Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня наш коллега из Краснодара Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, друзья, коллеги Игорь Николаевич! Замечательный сегодня день, четверг. У нас хоть и пасмурно, но, по крайней мере, не так холодно, как было в прошлые дни. Для нас, для Кубани, конечно же, холодно. Холода – это не совсем естественное состояние природы. Но, тем не менее, мы с вами сегодня посмотрим рынок. Нас это больше интересует. Посмотрим, что у нас было на этой неделе, что уже, в принципе, есть в нашей копилочке на этой неделе, и что можно будет ожидать от рынка на последние два дня. Сегодня, ну и, разумеется, завтра. И включаю демонстрацию рабочего стола, и потихонечку пойдем смотреть рынок. Давайте. Так, что... Так, есть? Да, да. Что-то не включается сейчас. Еще одна попытка. Да, бежит, забежала. Все отлично. Отлично, здорово. Хорошо, друзья. Так, давайте по традиции с рынка Форекс начнем. Посмотрим, что у нас было. Ну, в принципе, вся неделя, которая у нас была, она вся была и готовилась к тому, что было вчера. Вчера почти по всем инструментам у нас была вот такая вот канитель с достаточно высокой амплитудой, 80 пунктов по тому же евро-доллару. Вот, наш уровень, который мы определяли как сильный на вчера, в принципе, отработался хорошо, цена от него отбивалась, и, в принципе, мы то, что хотели, мы заработали. То есть, вот этот диапазон, пускай он там будет пунктов 40, может быть, ну, даже 30, нормально. Все это, в общем-то, упало нам в копилку, и мы, как говорится, довольны, счастливы и смотрим в будущее с позитивом. Сегодня у нас все-таки есть объемы по индикатору strike в количестве 445 контрактов. Это колы под ценой. И это не что иное, как сигнал flat или вверх. Ну, вот такой вот комбинированный сигнал. То есть, падения мы не ожидаем, друзья. Вот, при этом у нас есть еще вверху наш недельный уровень, который, кстати, до сих пор мы не отработали. Нам желательно бы его потрогать на этой неделе. Это отметка 1.1384, и до него осталось тут всего ничего 40 пунктов. Ну, классический диапазон дневного хода для евро, между прочим. Так что вполне можем туда добежать. И здесь, как обычно, будет у нас, в общем-то, тоже некий flat, отбой. Можно там встать на коррекцию, 15-20 пунктов себе забрать и, в общем-то, спать спокойно. Тем более, что это будет вторая удачная сделка у вас, допустим, на этой неделе по паре евро-доллара. Почему нет? Ну, в общем-то, можно спокойно работать. Так, ну и, разумеется, сильный уровень снизу – это уровень, где у нас был хороший набор контрактов по индикатору Strike. 1.1272. Так, сейчас, что тут у меня. Далее, если мы посмотрим нашу импульсную систему, которую обычно мы рассматриваем тоже, как альтернативную систему для торговли, в то время, когда рынок нам мало что дает приятного, то здесь у нас пока нет никаких вариантов на вход. Отметка 6.8 по сетке Fibonacci не дает возможности нам работать в этой зоне. Поэтому пока просто смотрим со стороны, ну и лишних действий не предпринимаем. Тем более, что опасно. Все то же самое, что и было у нас. Так, что-то у меня тут валилась рисовалка. Сейчас, секунду. Ага, у вас поменял интернет на секунду, но сейчас уже все вернулось. Вернулось, да, хорошо. Сейчас я перезапущу свою рисовалку, тоже что-то меня тут выбило. Секунду, друзья. Так, хорошо, поехали. Ух, не тот терминал. В общем, я к тому, что фунт нам показал, в принципе, зеркальную работу по евро. Тоже вчера его колбасило очень сильно. Тут ребята мне присылали скрины по набору опционов на бирже ЦМЕ в течение вот, скажем, этих вот часов, пока шла вся вот весь этот расколбас шел. Надо сказать, что колебания были очень сильные. То есть народ почему-то думал, что если мы пошли вниз, то мы пошли вниз, потом резко перевернулись вверх, значит, мы пойдем вверх, потом опять вниз, мы опять все вниз. В общем, было интересно наблюдать за всей этой картиной, как народ перестраивал свои ожидания, очень быстро перебывался в воздухе. Но, понятное дело, ничего из этого хорошего не вышло. В итоге цена осталась там, где и была. Но сам процент был очень интересный. Далее. Вчера еще отличный был момент у нас отбой от красного балансового уровня. Мы это ожидали. Те же самые, как я говорю, 15-20 пунктов всегда можно взять спокойно себе на депозит. Но тут вообще был пролет у нас 70 пунктов. Ну, пускай даже 20 пунктов и взяли, все было, в общем-то, здорово и отлично. Так, значит, сегодня по-прежнему остается у нас красный балансовый уровень, как сильный. Это отметка 1.3059. При этом на неделе мы потрогали несколько раз недельный наш уровень, который мы уже, ну, который мы обычно определяем в понедельник в полночь при открытии торговой сессии. То есть в первую минуту нам уже рисует этот уровень на неделю вперед. И этот уровень не перестраивается, что очень важно. То есть мы заранее знаем примерно, где можно ожидать цену. Очень большая доля вероятности. То есть мы ее раз потрогали, тут 2, 3, 4. До сих пор еще, кстати, не пробили после 4 попыток. Поэтому смотрим. Сегодня я не знаю, что у нас по новостному фону. Что может повлиять на фунт? Давайте глянем. Кстати. А, сегодня у нас по фунту будут новости хорошие, да. Так что может быть, мы все-таки попробуем еще раз выстрелить вверх. Здесь будет у нас, в общем-то, коррекция. Если закроемся выше торговой сессии, закроем сегодня выше красного балансного уровня, то у нас, в принципе, есть все предпосылки двигаться вверх. Но до этого момента пока предпосылок двигаться вверх у нас нет. То есть пока смотрим на фунт, как инструмент, который будет совершать решение, и потихонечку двигаться вбок-вправо. Как это обычно бывает. Так, по импульсной системе, в общем-то, вчера не работало, никому не рекомендовал вообще работать. Потому что, ну, я, конечно, не ожидал вот таких вот движений прям резких. Действительно не ожидал. Но учитывая, что мы находились, во-первых, в запретной зоне, да, между отметками сверху 1.618 и снизу. Это наша нерабочая область. Ну, а прострелы на новостях могли быть быстрыми, и, в общем-то, шансов запрыгнуть было очень мало. Поэтому мы этот момент упустили. Сейчас ничего кардинально не изменилось. Мы также стоим между уровнями и, в общем-то, никуда не торопимся. Пойдем вверх, да, вот, допустим, первый сценарий. Хорошо, пойдем вверх, дойдем до отметки 1.6, будем думать. Пойдем вниз до отметки 1.6, также будем думать по второму сценарию. Ну, пока все абсолютно зеркально, без каких бы то ни было предположений. Австралийский доллар, что ж, друзья, во-первых, закрыл наш долговой уровень. То есть была у него попытка закрыть через день 2 ноября. Ну, не совсем чистое было закрытие. Касание как такового уровня не произошло. Поэтому я говорил в нашем чате, ребята, скорее всего, мы еще будем его добивать через какое-то время. Ну, и, собственно говоря, вот это время настало. Правда, уже в новом опционном периоде, 12 ноября, мы, в принципе, его добили. Отлично, хорошо. На сегодня у нас что? Вчера был, опять-таки, отбой от красного баланса уровня. Те же самые 15-20 пунктов. Кто не прозревал, тот молодец. Дальше. Сегодня по индикатору страйк вообще ничего не наблюдает. Я смотрел несколько раз. Поэтому все, что можно сказать по сильным уровням, это просто красный балансовый уровень. Который сегодня новостной свечой попытались пробить. Сейчас пытаются закрепиться выше красного уровня. Если в полночь закрепимся, есть все шансы пойти выше. Но до полночи еще далеко, друзья. Еще нужно день простоять. А потом ночь продержаться. Так, импульсная торговая система. Смена паттерна. 7 ноября нам пока не дают никаких входов. Видим, что, в общем-то, индикатор силы валют нам не дал войти от отметки 1,6. Вот этот диапазон без нас прошел. Дальше у нас тут входа не было. Там тоже. И потом ушли наверх в запретную зону. Все. То есть пока больше мы не трогаем данный инструмент. Те же самые сценарии, что и по фунту. Первый вверх. И зеркальный вниз. Куда придем, туда и будем смотреть. Потенциал хода, в принципе, везде абсолютно одинаковый. По 35-40 пунктов. Пока гадать не будем. Я думаю, что сегодня вряд ли. А вот завтра вполне можем подойти к верхнему или к нижнему уровню. И уже там будем спокойненько работать. Так, канадский доллар. Канадский доллар сегодня поджали сильными объемами сверху. Вот мы видим, такие вот интересные наборы у нас пошли. Поэтому выше пока не пускают. Причем это уже второй день у нас набираются сильные объемы. В общем, где-то здесь мы и будем потихонечку сегодня отбиваться. Конечно, сегодня новостной фон, который влияет на канадский доллар, у нас, в общем-то, будет на американской сессии. Но уровни будут пока держать. По крайней мере, есть еще один вот аварийный уровень, который заложили несколько выше участника рынка сегодня. Это отметка 1.3342. То есть они подстраховались. Тоже мы его видим. То есть если на новостях будет у нас некий пробой вверх, может быть, да, то здесь точно уже будет какая-то коррекция, остановка цены. Но тоже я его пока со счетов не выкидываю. Будем наблюдать давайте за ним. Вот будет остановка коррекции. Опять-таки немножко пунктов мы себе здесь заберем. По импульсной системе канадский доллар. Не было пока входов. Весь вот этот вот флет, в общем-то, у нас выпал. Индикатор силы валют нам ничего не показывал. Видим, что уровни сложились, линии и ниже нулевой отметки. Все. То есть раскорреляции у нас нет. Входов тоже у нас нет. По поводу перспектив. Ну, сейчас мы болтаемся на границе между нерабочей зоной и вроде как рабочей зоной. Все, что я хочу здесь увидеть, это хотя бы какое-то движение вверх. Ну, вот, скажем, от отметки 2,6 я бы уже что-то себе искал, чтобы весь этот флет проскочить. И при нормальной раскорреляции индикатора силы валют, пожалуйста, можно, в общем-то, спокойно-спокойно двигаться вверх. Швейцарский франк. Значит, напоминаю, что по консервативной методике мы все еще удерживаем один ордер от 11 октября в продажу. Маленький ордер. Дальше. Ну, вот, видим, попытка отбиться от балансового уровня была на 13 ноября. Но я, в принципе, не рекомендую сейчас работать по данному инструменту. Вот именно в плане индикатора SIP, индикатора спроса и предложения. Потому что у нас граница канала находится, вот мы видим, ниже уровня открытия после экспирации первого дня. По правилам это как бы не рабочее состояние данного инструмента. То есть мы не можем сейчас прогнозировать его дальнейшее движение, поскольку он выбился за границу канала. И что с ним дальше будет, вообще непонятно. Да, вроде бы есть какие-то хорошие наборы. Мы смотрим вокруг него, да, и там, и там. Но, по крайней мере, участники рынка все-таки его ждут, во-первых, его вниз, внутрь границ канала. А когда это произойдет, это, честно говоря, не совсем известно нам. И до того, как это произойдет, мы лучше постоим пока в стороне, друзья. Давайте понаблюдаем за франком. Тем более, что у нас и так есть на чем торговать. Да, и в прошлом месяце франк нам принес очень-очень хорошие сделки. То есть мы вполне можем себе позволить сейчас в него лишний раз не влазить и сэкономить себе. Депозит. По импульсной системе пока тоже ничего я не наблюдаю. Какие-то попытки были сходить до уровня 6.8. Правда, без нас. Но опорного паттерна здесь найти у нас не удалось. Вот поэтому пока здесь тоже стоим в стороне, ничего не делаем. Самый хороший был бы вариант, это приход к отметке 4.2. И вот здесь уже что-то можно было бы для себя начинать искать. Но судя по динамике движения цены, это будет не раньше, чем завтра. Если это вообще будет, скажем так, завтра. А там уже посмотрим, что будет дальше идти. Так, иена. Ну, по иене, в общем-то, хорошая ситуация у нас. У нас был отбой от границ канала, балансовый уровень был рядом. Согласно правилам, можно было работать на отбой на второй день. В первый день нежелательно было. Мы первый день не работаем. А второй день можно было уже потихонечку пойти вниз. Перевести, кстати, уже ордер в безубый. И так мы пробежали 80 пунктов, вполне достаточно. Можно было уже, в общем-то, спокойно, как говорится, отдыхать. Сегодня видим набор контрактов. 161 контракт по индикатору страйк. Есть движение, сильный уровень. То есть его, этот страйк пробивали вчера. Но там не было вчера того набора, который нам нужен. Пробили. Сегодня снизу пытаются его тестировать. Ну, в общем-то, с очень большой вероятностью мы пойдем скорее всего. С очень большой вероятностью, друзья. Вот от этого, в общем-то, уровня. Так. Есть еще уровень, правда, снизу. Но он, по крайней мере, далеко. И мы не можем на него ориентироваться. 125 пунктов примерно. Да, далековато. Мы обычно смотрим страйки на расстояние не больше 100 пунктов. Ну, 110 это крайность. То есть дальние страйки, они, в принципе, на цену мало влияют. А ближние, да. Ближайшие, они, конечно, работают неплохо. Вот. Кстати, по поводу того, как работать по страйкам. Я рассказывал в вебинаре. Во вторник я проводил открытый вебинар. Кому интересно, зайдите на мою страничку YouTube-канал и посмотрите. Ну, и, может быть, даже ссылочку кину после видеообзора в чате. Так. Импульсная торговая система по иене. Тоже смена опорного паттерна. Видим. Ну, нам здесь что важно? Нам важно посмотреть, как цена пощупает отметку 1.6. Пока этого не произошло. Пока смотрим. Если будет нормальная, корректная реакция цены на отметку 1.6, следовательно, наш опорный паттерн выбран правильно, и мы дальше будем уже спокойно работать. То есть пока просто наблюдаем, в рынок не заходим, друзья. Новозеландский доллар. Ну, что ж новозеландский доллар. Принес мне, кстати, без убыток по последней сделке. Потому что мы проходили середину диапазона, и, в общем-то, по правилам нужно было перевести без убыток и закрыть позицию. Закрыл я позицию, все. Дальше небольшой флэт, ну и уход пока вверх. Все, пока это без нас, согласно правилам, потому что мы не коснулись противоположного уровня. То есть опоры у нас нет, и все это движение проходит без нас. Сверху у нас уровень 6.8, добежим до него, будем думать. Если пойдем вниз, то по правилам работаем только от отметки 2.6 до уровня 1.6. В общем-то, вот такой большой размах у нас получается на данный момент. И все это, я думаю, у нас если случится, то не раньше понедельника. Судя по тому, как двигается цена между уровнями. То есть ее диапазон, волатильность, ну и так далее. Так, хорошо, это у нас были, в общем-то, валюты. Давайте посмотрим с вами немножко золота, глянем. Тем более, что по золоту вчера была очень-очень неплохая у нас сделка. Мы с ребятами в чате это обсуждали. Я, кстати, в группе ВК тоже выкладывал. Народ там тоже подискутировал на эту тему. Поводом для движения вверх по золоту стал набор контрактов, согласно нашего паттерна, который есть по индикатору Strike вчера, 14 ноября. На уровне 11.99. Вот я, кстати, в обзоре в утреннем выкладывал эти скрины, и там писал, что мы, в принципе, ожидаем золота на коррекцию. Вот вам коррекция получилась. Добежали мы, кстати, вот тоже символично коррекция у нас до сильного уровня нашего, который мы заранее определили, до него и отскочили. Здесь как раз мы с ребятами, в общем-то, неплохо взяли примерно 120 пунктов. Это, кстати, 120 пунктов. Это обычное волатильное золото, которое отрабатывается по этому сигналу. Все, отскочили, закрылись. Но я думаю, что все-таки среднесрочное движение вверх еще продолжится, поэтому закрыл только часть позиции, маленькую часть еще оставил, и перевел без убыток. Все. То есть этот отроллер я уже у себя не контролирую. Сегодня мы видим интересные наборы, кстати. Вот продолжается сильный уровень у нас, да, сверху, крепляется. Сейчас поставлю ценовую метку. А, черно-синяя. Давайте ее оранжевое сделаем. Вот так вот. По золоту 12.15, да, точка 34. Сильный уровень. То есть сегодня цена все-таки будет, скорее всего, от него тоже как-то так корректироваться, отбиваться, друзья, потому что уровень достаточно сильный. Так же, как у нас и от нижнего уровня, буквально на соседнем страйке, была та же самая ситуация. Вот сегодня, да, видим. То есть цена отбивается и пока находится между уровнем. Посмотрим. Нужен некий новостной фон, чтобы толкнуть золото куда-нибудь вверх или вниз. Ну и опять-таки ждем закрытия дня торгового, да, выше или ниже. Тогда будет что-то понятно. Если закрываться будем внутри, где-то здесь, то ничего интересного для нас на завтра нет. Так, это по золоту. Ну и, в принципе, можно теперь потихоньку перейти к срочному рынку. Тем более, что по срочному рынку у нас опционные экспирации. И там особо рассказывать нечего, ну, разве что нефть. Так, побежали. Побежали. Итак, индекс РТС. Вчерашнее движение вверх было, в общем-то, интересным для нас. А вверху остался неотработанный уровень на отметке 115.97, друзья. Вряд ли мы сегодня его добьем, честно говоря. Сегодня у нас экспирация по опционам на индекс РТС. Но ничего страшного, будем добивать тогда в следующем уже периоде. На самом деле эти уровни, в общем-то, не привязаны к экспирациям на опционы. Что радует, с одной стороны. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы они в ценах отрабатывали до экспирации. Тогда это был бы вообще край. Так, то есть, пока мы видим движение вверх на отметке 115.97. Да, но сегодня у нас последний день перед экспирацией, поэтому балансовые уровни мы не используем в работе. Все это знают. Кто стоит снизу от балансового уровня 13-го числа, уже, в принципе, во-первых, мог закрыться в плюсе. У нас хорошо отработал этот паттерн. Ну и также часть мог держать еще до отметки 115.97. Почему нет, да? Пожалуйста. Так, «Газпром» у нас, кстати, тоже вообще молодец, красавчик. Вчера отработал в последний день перед экспирацией один долг. В общем-то, добил его 15.25. И пошел на следующий 15.57. Вот он тоже у него есть один. И последний сигнал по таблице ФОП, который у нас был на снижение, тоже, в общем-то, можно сказать, отработался хорошо. То есть, этот период опционы закрыли, по-моему, уже без практических долгов. А, все. Так, дальше, Сбер. Что у нас по Сберу? Долг сверху еще есть на отметке 21.03. Я его ожидал, что все-таки мы добьем 7 ноября, как раз на мою днюху, но не добили его. Ладно. Скорее всего, пойдем вот сейчас, в этом новом опционном периоде. Но сегодня тоже, кстати, не рабочий день, потому что первый день после экспирации. Вот. Кто держит свою позицию по фьючу, да, до отметки 21.02. Ну, друзья, молодцы. Держите. Мы, я думаю, в этот раз точно мы его уже добьем. Так, Сишка. Что у нас по Сишке? Ну, тут классика жанра, в общем-то. Верхняя граница канала хеджеров. Да. Немножко мы тут не добежали до нее, но, в принципе, понятно, что она цену удержала. Вот. Еще у нас был, в общем-то, хороший-хороший набор по индикатору Strike. Вот тут видели 23 тысячи контрактов 13 ноября. Ну, кто работает по индикаторам Strike и SIP именно по срочке, те, вот эти объемы, в общем-то, отслеживают, потому что я о них на вебинаре рассказывал. Вот. Они, в общем-то, неплохо работают, и от них пошел отскок. Ну, и также от балансового уровня, который был 9 ноября. Тоже, в общем-то, неплохо отработали. Можно было закрыться. Здесь одна у нас была позиция, можно было закрыться, и потихонечку двигаемся вниз. Вот. Вопрос, куда двигаемся, сейчас говорить не буду, потому что сегодня тоже последний. Последний день перед экспирацией. Все. То есть, в принципе, для нас SIP сегодня, ну, неинтересно. Вот. Под долгов. Долги мы все позакрывали. 67,45. Вот тут вот выше тоже закрывали долг. И попутно все мы вот здесь тоже долги позакрывали. То есть, в принципе, SIP вообще великолепно все отработало в этом сонном периоде. Так что в понедельник будем уже смотреть, что делать дальше. Так, что по нефтянке. По нефтянке провал вниз, в общем-то, не было неожиданности. Был сигнал по таблице FOB, который мы ведем, сигнал вниз, который имеет приоритет над уровнями, над всеми. И мы, в принципе, его отработали неплохо. Вчерашний отскок от уровня 64,92, в общем-то, интересный, но я все-таки думаю, что это пока флэт, друзья. И к отметке 64,92 мы еще вернемся. Давайте понаблюдаем и посмотрим. Итак, у нас есть еще один долг, кстати, 68,98. Вот. И ближайшие, значит, два уровня, которые цена должна у нас потрогать в ближайшее время, это вчерашний лоу, фактически. Но не совсем лоу, а это, скажем так, открытие вчерашней торговой сессии. Ну, чуть выше лоу. 64,92. И 68,98. Все. Вот этот диапазон мы должны будем потрогать ценой. Причем, если мы потрогаем, допустим, верхний, можно остановиться на нижний. Да. Если пойдем на нижний, то потом на верхний. Но обычно так все, в общем-то, и работает, друзья. Вот так. Давайте посмотрим еще, как у нас нефть закрывалась. Вчера внутри дня отрабатывалась. Ну, в принципе, ничего интересного нет. Все опционы набирали синхронные колы и путы в течение дня. Поэтому сегодня день такой неопределенный, я бы сказал. Так. Да. Пока ничего на сегодня по нефти конкретного я не вижу. Если вот на вчерашний день было видно, что у нас, в общем-то, закрытие торговой сессии идет с преобладанием коловой части, да, коловой части, то, ну, можно было ждать какого-то движения вверх. То сегодня я вообще ничего не жду. Это то, что касается нефти, друзья. Так. Все. Вроде бы то, что хотел, быстренько рассказал. Какие-то вопросы, если есть, могу на них ответить. Вот. И ссылочка на вебинар я скину. Да, хорошо. Спасибо большое, Альберт, вам за ваш обзор. У меня вопрос, как активно торгуете на этой неделе? Как много сделок уже прошло? Немного. Неделя очень такая вялая, вялая, вялая. Вчера порадовало золото. Вот действительно очень хорошо порадовало. Мы отработали. Ну, я, в частности, отработал. По франку держу позицию еще. По нефти еще в позиции стою. Вот. Немного сделок. Немного на этой неделе. Ну, как-то я тоже отвлекся. Там дела домашние. Ну, куда же без этого, да? Много ездить пришлось. Ясненько. Поняли вас, Альберт. Спасибо большое вам за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, Горя Николаевич. Спасибо, коллеги. Всего доброго. До свидания. До свидания.